Здравствуйте! Это новости на ННТ в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу и короткий анонс о том, что вы узнаете сегодня в нашем выпуске. В Ленинский районный суд города Махачкалы направлен исковое заявление о случае незаконного объекта капитального строительства. По результатам рассмотрения исковые требования прокуратуры района удовлетворены, в связи с чем в настоящее время принимаются меры по исполнению решения суда. Заправки рядом с путепроводом не будет, так решил Ленинский суд Махачкалы и дал добро на снос. Безопасность детей прежде всего. Об этом водителям напомнили сотрудники ГИБДД во время очередного рейда. Учитывая современные реалии, учитывая вот это тяжелое положение, которое мы видим, несмотря на вот эти проблемы, чтобы дагестанцы очередной раз проявляли свое милосердие, свое сострадание к людям, независимо от того, что знают, они их не знают, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности, то, что они оказывают помощь, поддержку. Говорит о том, что, алхамду лилля, у нас сохранились наши нравственные устои, которые передавали наши предки. И просим Всевышнего, чтобы облегчил это время, нелегкое время для нас, чтобы облегчил вот это состояние между нашими народами. Три фуры гуманитарного груза. Благотворительный фонд «Инсан» продолжает помогать беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Я так предполагаю, с учетом той активности, которую мы сегодня видим, как примет участие наш дагестанский народ, как они примет участие в сборе этой гуманитарной помощи, возможно и дальнейшая отправка. Отсутствие рабочих мест – одна из ключевых проблем в республике. Об этом заявили в Министерстве труда и социального развития Дагестана. Уровень безработицы среди работоспособного населения составляет 17,5%. Это примерно 250 тысяч человек. По данным ведомства, около 1,3 тысячи жителей региона могут лишиться работы в ближайшее время. Возникновение сложной ситуации на рынке труда прогнозируется в апреле-май этого года. Сразу 4 человека пострадали в результате аварии на участке автодороги Махачкала-Тауги. 40-летняя жительница Буйнакска, управляя автомобилем Toyota Camry, съехала с дороги на обочину попутного направления и в последующем опрокинулась. В результате ДТП водитель – три пассажира 13, 15 и 44 лет с различными травмами были госпитализированы. 12-летняя девочка, также находившаяся в автомобиле после оказания медицинской помощи, отпущена домой. Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил иск прокуратуры о сносе строящейся АЗС по улице Хаджибулача. Ранее Верховный суд Дагестана признал недействительными все документы на земельный участок, где велось строительство. Прокуратуру на незаконное строительство пожаловались местные жители. В ходе проверки выяснилось, что строение находится в непосредственной близости к путепроводу и создает угрозу жизни и здоровью людей. В ходе проверки выявили нарушение градостроительного земельного законодательства. В связи с чем в Ленинский районный суд города Махачкалы направлен исковые заявления о сносе незаконного объекта капитального строительства. По результатам рассмотрения исковые требования прокуратуры района удовлетворены, в связи с чем в настоящее время принимаются меры по исполнению решения суда. Автокресло или штраф. ГИБДД провела рейд по безопасности перевозки детей. Сотрудники ДПС в городах республики останавливали машины, в которых есть дети, и проверяли, находится ли ребенок в специальном удерживающем кресле. Также они обращали внимание на правильность его закрепления, а также соответствие возрастным особенностям. Кроме того, была проведена разъяснительная работа среди родителей о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. При перевозке детей. Погодные условия в горах Дагестана продолжают ухудшаться. На этот раз снежная лавина накрыла окрестности села Гараколоб в Тлеартинском районе. По информации местных жителей, пострадавших нет. В Дагестане реализуют масштабный проект по реконструкции Каргалинского гидроузла. Накануне стройплощадку объекта посетил председатель правительства республики Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Проектом предусмотрено проведение реконструкции самого гидроузла, устройства рыбоходного канала и реконструкции дельтового канала. Это позволит осуществить бесперебойную подачу оросительной воды на площади 114 тысяч ганн, оращаемых земель в северной зоне республики. Строительство же обладного рыбоходного канала рассчитано для прохождения рыбы на нерест с реки Терек, минуя Каргалинскую плотину. Более 60 тонн гуманитарной помощи. Фонд «Инсан» продолжает организовывать доставку продуктов питания, одежды и бытовой химии для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. На этот раз три фуры с гуманитарной помощью отправились в Крым. Напомним, что первая партия с грузом была отправлена в Ростовскую область в самом начале специальной военной операции в Украине. По словам руководителя фонда, после этого очень многие жители республики выразили желание внести свою скромную лепту в общее дело. Я так предполагаю, с учетом той активности, которую мы сегодня видим, как примет участие наш дагестанский народ, как они примет участие в сборе этой гуманитарной помощи, возможно и дальнейшая отправка. «Это очень важная акция на сегодняшний день, учитывая современные реалии, учитывая вот это тяжелое положение, которое мы видим. Несмотря на вот эти проблемы, чтобы дагестанцы очередной раз проявляли свое милосердие, свое сострадание к людям, независимо от того, знают, они их не знают, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности, то, что они оказывают помощь, поддержку, говорит о том, что, алхамду лилля, у нас сохранились наши нравственные устои, которые передавали наши предки, и просим Всевышнего, чтобы облегчил это время, нелегкое время для нас, чтобы облегчил вот это состояние между нашими народами и улучшил, конечно, это состояние, улучшил это положение. И огромная благодарность каждого человека, кто не остается в стороне, кто принимает участие в этих акциях и поддерживает нуждающихся людей, которые попали в трудное положение. Отправка гуманитарного груза жителям ЛНР и ДНР продолжается. Дагестан активно принимает участие в этой акции. Так, накануне сельхозпроизводители из Кизляра передали жителям Донбасса 20 тонн риса. Далее дайджест с обзором коротких новостей от Карима Даниева. Трое детей 2, 14 и 15 лет отравились угарным газом в селе Герменчик, Баба-Юртовского района. К счастью, обошлось без трагических последствий. Дети были доставлены в центральную больницу района. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Обстоятельства произошедшего выясняются. И еще один случай отравления угарным газом произошел в республике за минувшие дни. В поселке Ленинкен госпитализированы 5 человек, трое из которых несовершеннолетние дети. По данному факту прокуратурой республики организована проверка. В ближайшее время будут установлены причины случившегося и дана оценка соблюдения требований при эксплуатации газового оборудования. Дагестанские медики покорили гору Килиманджаро. В экспедиции на самую высокую точку в Африке направились Абдулла Магомедов из Дагестанского центра медицины катастроф и Адам Хайрулаев из Республиканской клинической больницы скорой медпомощи. Восхождение прошло по плану. Влетел на автомобиле прямо в техцентр. В Кизельюртовском районе водитель машины ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в ворота СТО. Это произошло из-за столкновения с Приорой, которая выезжала со второстепенной дороги. ДТП попало на камеру видеонаблюдения. Никто из рабочих не пострадал. Автомобиль, находившийся в это время на подъемнике, также не был поврежден. Незаконный карьер выявлен в Левашинском районе. Инспекторы Минприроды Республики по обращениям жителей села Хаджалмахи и Купа выехали для проверки факта. В ходе обследования в окрестностях села был обнаружен участок с установленной на нем спецтехникой по добыче песчаногравильной смеси. Материалы для установления лиц, причастных к нарушению, будут направлены в правоохранительные структуры. Своих не бросаем, за Россию за наших. Под такими лозунгами в Махачкале на Родопском бульваре прошла патриотическая акция в поддержку российских военнослужащих и решение президента страны о проведении специальной военной операции в Украине. Подробности у Ларьяны Шамхалаевой. Сотни людей собрались на площадке у Аварского театра, несмотря на непогоду, чтобы выразить свою поддержку российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины. По мнению главы города Салмана Дадаева, решение президента Путина – вынужденная мера, которая была необходима для защиты границы России и безопасности ее граждан. Спасибо, что вы сегодня здесь становились, несмотря на такую не очень благоприятную погоду, для того, чтобы выразить очень правильные, благородные чувства, поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина, его курсу поддержки, его мудрым, правильным и, самое важное, своевременным решением. О чем мы говорим? О том, что начало спецоперации по защите интересов жителей Донбасса и Луганска отладывать больше было нельзя. И сегодня наши ребята, по сути, выполняя воинский долг и приказывая фонового главного командующего, защищают не только Луганскую и Луганскую народные республики, они сегодня защищают каждого из нас, наши интересы. И это очень важно понять, что если бы мы сегодня эту операцию не начали бы, если Владимир Владимирович не дал бы эту команду, буквально через какое-то время бы уже ракеты стояли бы не в Польше, а на Украине. И перехват уже был бы невозможен. Наши же интересы, получается, в таком случае защищаются. Наши законные и стратегические интересы, наша жизнь и здоровье, здоровье и будущее наших детей практически сегодня наши солдаты защищают. И поэтому мы будем их поддерживать. Мы сегодня собрались в поддержку наших солдат, поэтому действия Владимира Владимировича были очень важны. Могли мы дальше ждать? Владимир Владимирович на это сказал, что мы не будем ждать. И поэтому обью начало этой специальной операции. И как показывают те сводки, которые приходят, дагестанцы стоят в первом ряду этой специальной операции. Инициаторами патриотической акции выступили вице-президент сети бойцовских клубов Шамиль Абдул Гаджиев, а также общественный деятель и меценат Магомед Гаджи Магомедов. И то решение, которое было принято президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы должны понять и быть убеждены в том, что это было правильное решение. В пользу безопасности России. Если бы не мы, то получилось бы наоборот и последствия могли быть намного хуже. Мы в первую очередь сюда собрались поддержать наших солдат, которые воюют в Украине. И поддержать их родителей. Мы понимаем, что они очень сильно переживают. Вместе с ними, вместе с их родителями мы тоже переживаем. Дай Аллах здоровья, дай Аллах, чтобы они живы и здоровы, чтобы вернулись домой своим женам, детям, родителям. Вот самое главное сейчас. И чтобы мы успешно закончили эту спецоперацию тоже. Для участия в акции в Махачкалу приехали и представители районов и городов республики. Многие из них солидарны во мнении, что несмотря на трудности в эти тяжелые для страны дни, все мы должны держаться вместе. Сегодня более 500 ребят Захадаевского района находятся на Украине. Мы никогда не забудем ребят, которые уже погибли. Вчера был доставлен еще один наш земляк. Вечная им память и слава. В годы Великой Отечественной войны был призыв. Все для фронта, все для победы. Сегодня мы, жители Дагестана, России, должны и морально, и материально оказать помощь. И доходаевцы не останутся в стороне. Дагестан, к слову, проводит уже не первую акцию в поддержку вооруженных сил страны. Подобного рода мероприятия прошли и во многих других муниципалитетах республики. Цель и задача одна – показать, что мы одна страна и один единый российский народ. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы и плана, поднимаем Россию. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Россия, 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 Победил и приблизился к титулу чемпиона UFC. Боец Магомед Анкалаев провел очередной поединок в ведущей мировой лиге. Бой против пятого номера рейтинга бразильца Тиаго Сантоса возглавил турнир в Лас-Вегасе. Поединок полутяжеловесов продлился все пять раундов. Дагестанский спортсмен единогласным решением судей оказался точнее своего соперника. В UFC Анкалаев идет на серии из восьми побед. Теперь он вплотную приблизился к чемпионскому бою. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите нас также во всех соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова